Публичные слушания по исполнению бюджета администрация назначила еще 7 апреля. И проводились они в комфортное время, пятница, 19.00. Так что попасть на них даже для работающих жителей района было несложно. Основным докладчиком выступила начальник финансово-казначейского управления района Раиса Анашкина. Она проанализировала бюджетную ситуацию, особенно подробно остановившись на налогах и неналоговых доходах, поступления от которых оказались ниже запланированных. Именно здесь находятся резервы, которые можно и нужно использовать в дальнейшем. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, годовой план исполнен только лишь на 22,9%. При плане 200 миллионов рублей фактическое поступление составило всего лишь 154 миллиона рублей. Это связано с отсутствием решения представительных органов местного самоуправления района об отчуждении муниципального имущества. Доходы в виде дивидендов по акциям. При годовом плане 50 миллионов рублей фактически поступило 15. Невыполнение недополученного бюджета 35 миллионов рублей. Это связано с задолженностью акционерных обществ. Вместе с доходами на слушаниях были детально рассмотрены и расходы консолидированного бюджета. Свою оценку бюджетного процесса дала районный депутат Нина Гинтова, возглавляющая в Совете профильную комиссию. Как положительный момент следует отметить, что бюджет района оставался бюджетным развития. В серьезные средства вкладывались строительство и ремонт объекта муниципальной собственности. Всего в 2013 году с бюджета района на эти цели было выделено 1,386 миллионов рублей. Приобретено оборудование для муниципальных учреждений на 290 миллионов рублей. Однако изменения федерального регионального законодательства не позволили при формировании 2014 года и плановый период 2013-2016 годов предусмотреть в бюджете средственно-попитальное вложение. Бюджет района на 2014 год принят в основном как бюджет текущих расходов. В то же время по результатам работы за 2013 год у поселений, как сказал Раиса Алексеевна, образовались серьезные свободные оставки в объеме более 3 миллиардов рублей. И администрацией района была проведена достаточно серьезная работа по заключению соглашений с поселениями о передаче части полномочий от района поселения на общее указанное мероприятие на общую сумму 524 миллиона рублей. Нина Гинтова отметила целый ряд возможностей, которые необходимо будет использовать для пополнения бюджета в ближайшем будущем. Наряду с этим одним из основных направлений бюджетного процесса станет строгий контроль за расходованием средств и соблюдение режима разумной экономии муниципальных ресурсов. Петр Горохов, Сергей Харитонов, телекомпания Одинцова.